МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пуще приходят известия о пропаже людей за пределами Таджикистана. С ростом трудовой миграции за рубеж возрастает и угроза исчезновения людей, говорят эксперты. Сегодня бедствие приняло такие масштабы, что необходимо создание поисковой службы. Опыт работы есть в Сагдийской области республики. Все подробности у Камария Ахрора. 53-летний Арафуат Хабибулоева, жительница Бабаджан Гафуровского района Сагдийской области. Она вот уже 9 лет как ждет своего сына. Саид Муилу 34 года. В 2006 году он выехал в трудовую миграцию в Москву, через год исчез. Вот уже много лет Арафуат ждет от него звонка или весточки. Однако никто не знает, где он. Его нет. Что мне делать? Я даже обратилась в российскую телевизионную программу «Жди меня». Мой сын в 2006 году уехал на заработки в Москву. Последний раз он звонил в 2007 году. С тех пор прошло 9 лет. Мы не знаем, где он и как он поживает. Дети Саид Муила постоянно спрашивают о своем отце и надеются, что в один прекрасный день папа вернется домой. Семей, в которых ждут своих родных, находящихся в трудовой миграции, в Сагдийской области немало. Бахринесу Абдурахмонова, руководитель общественной организации «Диор» и представительница программы «Жди меня» первого канала российского телевидения в Худжанде, говорит, что к ним обращаются много людей с просьбой разузнать об их пропавших родственниках, когда-то выехавших в трудовую миграцию. В течение 10 лет я приняла больше тысячи человек. Но сейчас решила, что я одна, мне это очень тяжело, потому что это связано и с правоохранительными органами. И в местах лишения свободы, и учебными заведениями. Мы сейчас в тесном контакте работаем с миграционной службой, с Красным Крестом, с нашим, и мы вплотную работаем с областной прокуратурой. Там есть человек, который занимается поиском пропавших людей. 10 лет назад, когда никто в Таджикистане не хотел брать на себя бремя ответственности по поиску пропавших мигрантов, Бахринесу Абдурахмонова начала работать как волонтер. Люди, которые обращаются к ней за помощью, сначала стучатся во все двери госорганизации. Если там помочь не могут, люди приходят сюда. Бахринесу рассказывает о семье, в которой из-за тяжелой экономической ситуации нет возможности отправить детей в школу. Сейчас в настоящее время мы работаем с одной семьей, наш соотечественник из Пролетарска, женился, здесь уже хоть брак есть, в город Магнитогор, Челябинской области, женился на русской женщине. У них пятеро детей. И он заболел туберкулезом. Я не знаю, почему он не оформил гражданство, его депортировали сюда. Он вызвал свою жену с детьми сюда, в Пролетарск. Когда жена его приехала, то она узнала, что у него дома нет, работы нет, и он болен туберкулезом. Все деньги, которые у него были, она потратила на его лечение. В настоящее время они живут на квартире. Дети в школу не ходят, потому что нет обуви. Они голодают, они бедствуют. Ну вот хорошо она подошла. Мы подключили российское консульство. Мы поставили в известность Хокумат Джабара-Соловского района. И большую помощь нам оказывает Международная организация по миграции. Ей будет куплен билет, ей и детям. И вот сегодня мы уже пойдем на базар покупать вещи для этих детей. И я думаю, в ближайшие дни эта семья улетит в Магнитогорск, где у матери есть квартира, есть работа. Управление Миграционной службы Министерства труда, миграции и занятости населения Псагдийской области сообщило о 110 без вести пропавших мигрантах за 2015 год. Джамшитхон Атаев, заместитель руководителя этого управления, говорит, что из 118 письменных обращений в 2015 году их орган 110 относятся к пропаже или исчезновению трудовых мигрантов. Большинство обращений – это помощь в возвращении их родных из-за рубежа, которые потеряли свои документы. Или же родные выехали в трудовую миграцию и ни разу не звонили или не присылали весточку родным. Некоторые люди не могут определить, в какой области или городе Российской Федерации находятся дети или родные. В условиях малоинформированности, неустойчивой экономической ситуации, многие семьи просто не имели возможности позвонить своим родным, находящимся в миграции. Сейчас самим мигрантам сложно связаться с родными, нет денег, чтобы позвонить, да и найти работу становится все сложнее в России. Дамир недавно вернулся из России, и вот что он говорит. Работы нет, трудоустроиться очень сложно. К тому же зарплата очень низкая. Сейчас работодатели в России сначала обеспечивают своих соотечественников работой, а потом уже людей других национальностей. По сравнению с прошлыми годами, сейчас ребятам труднее найти работу. Сейчас наблюдается массовый отток мигрантов из России, однако сотни молодых ребят через некоторое время вновь вернутся обратно. Они вынуждены трудиться на чужбине, так как их родные в Таджикистане живут только за счет их заработанных денег. А это значит, что им придется не раз еще столкнуться с многочисленными трудностями и рисками. По статистике, 60% пропавших граждан Таджикистана – это те, кто отправился на заработки в Россию. Поэтому назрел вопрос создания единого органа, который бы самостоятельно занимался поиском людей уже на государственном уровне. Репортаж подготовил Камари Ахрор, Саддийская область. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-1011. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шхадация Ибназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.azia. А также на фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку www.iwpr.tadjikistan. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно.